Деньги обесценились, люди бедные, нищие, понимаете? Вы людей как довели, до какого составить? В магазин пойдешь, каждый день цены растут, понимаете? Каждый день меняют. Вы знаете, как люди сейчас живут? Вроде стабильно говорят. Да все хипня. Годовая инфляция уже бьет шестилетние максимумы, превысила 8,61%, а продовольственная инфляция уже выше 10,7%. То есть тот рост цен, который мы видели в 2021 году, это еще далеко не предел и не рекорд. В этом году, в 2022 году обнищание и вымирание народа лишь продолжится. Казахстан добавил еще одного опыта Путину. В истории Такаев-Назарбаев урок извлечен будет ясно. Никаких преемников. Никаких преемников. Он увидел, что бывает с преемниками, если у преемника хорошие скулы, да, крепкие, жвалы, что он может переживать. Поэтому никаких преемников. Это тоже Путин, я думаю, сделал вывод. Он останется до смерти у власти. А как будет выглядеть эта смерть и сколько пройдет времени, это уже подробности. У Владимира Соловьева есть два домика на озере Кома. И мы едем ко второму дому. 11 километров между двумя виллами Владимира Соловьева. И вот она, здесь вторая его вилла. Здесь все перекрыто, поэтому только вот так можно подойти. Не ближе. Здесь вовсю ведутся строительные работы. Если немногие знают, то тут под Новый год или там когда-то, прекрасно зная, потому что я не нахожусь сейчас в Италии, поехали ко мне в мои итальянские владения, поехал кретин Низовцев, там еще какой-то придурок с ним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!